друзья сейчас потихонечку наша трансляция я справляюсь да нормально все звуки суком не слышно слышно хорошо слышно так эфир у нас уже начался приветствую вас сегодня у нас будет волшебная потрясающая встреча на троих как говорится сообразим на место заслуженная артистка россии любила получилась заслуженный психолог россии к сайли здравствуйте дорогие друзья приветствую дорогая людмила людмила пропала у нас куда-то сейчас появится надеюсь ждем с удовольствием вчера как раз посмотрел ее фильм где она баба ягу играла вот на этом я включилась добрый вечер всем я наконец справилась с техникой приветствую хасай приветствую алан приветствую всю многочисленную аудиторию глазки-то глазки-то сверкают такая красивая конечно кругу рыцарей да друзья мы сегодня такую тему заявили как пробудить человеке творческий потенциал вот хасай магомедович обещал нам поделиться секретными практиками как это можно сделать как бы в себе его пробудили как сделать обычному человеку вдруг тоже хочет по себе пробудить творческие способности ну во первых прежде я хотел бы сказать что очень много у меня актеров и актрис друзей вот например у меня даже такой великий оператор был другим другом рерберг георгий ванча который снимал фильм зеркало и валентина титова которая играла фильме метель и ара шенгилая которая играла гранатовый браслет мы сарой очень долго дружили и наталья вилькина которая во мхате была и но на терентьева которая играла в гиперболоид инженера гарина ну я же в свое время где-то выступал еще в т.о у маргариты александра эскиной и там я познакомился с ульяновым с михаилом ульяновым который мне тогда после того как я провел встречу сказал а можно после 50 лет после 60 лет такие эксперименты делать или нет а мы с ним так подружились потому что он даже потом ко мне в махачкалу прислал письмо с одной дамой чтобы я от невроза помог я и там помогал да потому что я вообще-то ученик станиславского если можно так сказать но не непосредственно конечно я же гораздо моложе но то чему учил станиславский снимать нервномышленные зажимы я как раз таки этому и учу людей чтобы они могли снимать зажимы это как 50 грамм для храбрости для актеров потому что раньше актеры как вы знаете да но вот так и так я даже тогда придумал теорию лифта как я познакомился с вилькина и наталья самхата я и позвонил и говорю я придумал теорию лифта она это что это такое я говорю это надо с актерами общаться потому что актеров и актрис любят и таксисты и министры и шахматисты и штангисты и все их смотрят и когда мы сможем с вами сделать несколько встреч покажем это то все будут нас смотреть и через нее вот вот в это например когда проводил встречу я пригласил ее дочь которая тоже потом стала актрисой она была у меня на сцене и по заказу зрителей из зала в т.о. она там моделировала различные состояния как бы входила быстро в роль потому что я обучаю людей снимать нервномышечные зажимы входить в роли выходить из роли а что мешает актерам входить в роль ведь это же роль это же нечто придуманное да получается людмила это такая какая-то ложь да ты же понимаешь что ты не гамлет ты должен настолько поверить что ты гамлет что даже сам начинаешь в это верить в этом же мне кажется вот это не верю этого секрета ну когда звучит слово ложь то сразу тело начинает сжиматься интуитивно поэтому придумали следующее название предлагаемое обстоятельство есть предлагаемое обстоятельство да ты со своим скажем аппаратом до человеческим со своими эмоциями со своими видениями ты должен ну скажем так войти в предлагаемое обстоятельство некого персонажа положительный он отрицательный понимаете раньше бытовало мнение даже я знаю некоторые актеры актрисы они не хотели переходить ну скажем так некий рубеж только положительные герои вот пара положительные вот у меня тоже была такая некая стезя до положительные герои а что что есть отрицательный герой нет ни одного человека в котором было бы ну скажем так только хорошее только белое есть обязательно какие-то какие-то пятна какие-то мы для этого пришли на этот на эту землю мы пришли для того чтобы решить какие-то свои задачи так вот когда ты погружаешься предлагаемые обстоятельства ты вытаскиваешь из себя скажем так да и гипертрофируешь те качества которые в тебе все равно есть я имею ввиду актеров которые ну скажем так погружается в роль не поверхностно да представляют тогда получается китч тогда получается шарш и зритель прежде всего сам человек да он понимает что что что-то не так это все это неправда неправда поэтому вот это называется предлагаемые обстоятельства можно сыграть то чего в тебе нет например не знаю вот гамли там мужчину там не знаю вот как это вот сыграть того чего в тебе не все равно все равно все в себе начинаешь копошиться и из себя вытаскивать некие ну скажем так хотя бы представление о том что ты сейчас играешь даже если ты понятное дело что я не мужчина да может быть там в каких-то воплощениях я и им и был а ну значит надо вот эту память пробудить и протащить вот это ощущение а каково оно быть мужчин а каково она быть женщиной да с характером который черты которые мне не присущи да 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 совершенно верно я это был такой для меня это был такой человеческий опыт и эксперимент не поймите правильно да не воспеть это не героизировать этого персонажа а покопаться в его нутре вот как гостоевский копался да что заставило человека что заставило да стать на путь вот такого вот существования и поскольку это реальная история и и этот персонаж отбывает срок наказания вообще не знаю там жива она не жива вот но на на ее счету там огромное количество венных душ в том числе детей вот и тем не менее мало того в массовке снимались снимался отряд который брал действительно ее в реальной жизни этого огромная такая фотография была с ребятами поэтому это был такой путь исследователи вообще актерская профессия это путь исследователя я вот так воспринимаю есть очень тонкий момент потому что есть такой путь когда ты вспоминаешь своей биографии какие-то похожие вещи чтобы сыграть эту роль но там есть вот как предлагал значит садиславский а еще демидов демидов предлагал два направления такие вот все время конкурировали вот насколько я это понял там значит либо ты входишь в состояние которое требует от тебя каких-то действий и тогда хорошо делаешь эти действия а бывает что ты начинаешь с действий которые вызывают это состояние и вот эти два пути значит к состоянию вхождение в роль и когда роль совпадает с актером он играет великие вещи даже маленькие роли когда совпадают а когда они совпадают приходится преодолевать зажимы потому что не твоя роль так и в жизни многих людей заставляют заниматься не своим делом и поэтому у них не получается блестящая карьера не свою роль в жизни играешь получается да 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 ну вот он например с детства хотел быть дирижером а мама или папа его принудили для того чтобы он был более защищен жизни принудили быть не тем кем он мечтал быть кем-то другим и он стал другим и не свое место занял жизни и поэтому как говорится хорошо когда человек свое место в жизни занимает тогда он первый и тогда он востребованной а вот для этого надо научиться как станиславский учил снимать нервномышные зажимы потому что когда человек снимает нервномышные зажимы он может раскрепостившись понять чего он хочет вот у меня есть такая методика выход на нулевое состояние когда человек подбирает действия которые ему приходят в голову например ему сейчас холодно он дрожит ему может также подражать перед выступлением и снять напряжение перед выступлением много чего например он вышел на ноль это состояние безмятежности глубокой душевной и там представил себе несколько различных своих судеб например представил себе что он печник потом представил что он балерина представил себе что штангистом и смотрит на что душа екнет и вот многие мне говорят знаете я уже точно знаю чего я не хочу то что я хочу я еще не понял поэтому можно подобрать и развивать у себя творческие качества потому что стресс вообще-то это блокировка человеческих способностей а мы все творцы на раскрывать себя согласно абсолютно согласно хотя существует такое мнение да что на сцену вы выходя особенно в каких-то эмоциональных эпизодах надо наоборот накачивать свой организм да нас учили от обратного нас учили вот если алан практикует отсутствие внутренней диалога да и призывает к этому и доказывает абсолютная так сказать действенность его отсутствие да насколько оно впечатляюще раскрывает человека его сознание то нас наоборот обучали обязательно у актера должен быть внутренний диалог понимаете это зависит от того как мы это понимает это слово внутренний диалог потому что без внутреннего диалога человек жить не может это вообще-то модели общества внутри нас нет это станет снова внутренний диалог это то что назвать состояние безмятежность этой тишины внутренней понимаете а вот вы когда говорили сейчас людмила вы делали жесты а вот таким образом вы искали синхронизацию между тем о чем вы думаете и говорите и между тем что вы делаете то есть по существу при этом вы сохраняли целостность свою и снимали зависание снимали стресс и могли думать и говорить вот агата кристи когда сочиняла свое произведение мыла посуду а пушкина когда писал свои произведения на полях у него портретики свои автоматически рисовала женские головки но что-то человек делает или повторяемая или сопровождая своей мысли какой-то жестикуляции какой-то автоматической деятельностью чтобы снимать лишнее напряжение то самое простое это 50 грамм до храбрости но я не пью вы не пьете алам не пьет и поэтому нам что делать это не наш это не наш путь а я знаю одна женщина мне писала что она выходила значит после исполнения роли садилась значит в троллейбус и подбирала платье которого подбирала бурки платья которого не было в этот момент на ней то есть она так и не вышла в этот момент из роли и жизнь человека часто актеры когда разговаривают в семье своей иногда такими текстами говорят что муж или жена говорят слушай перестань какую-то роль играть и побыть со мной сколько это вообще вот опасно на актерах учат входить в роли и выучат из нее выходить потому что же можно вообще потерять свою какую-то индивидуальность за вот этими персонажами которых ты играешь от индивидуума зависит понимаете вот как только как только раздутое эго да она и начинает сам себя целовал уходя на работу называется вот ты и носишься с этим образом как вы сыграли баба ягу в этом чудесном фильме расскажите ничего не играла бы меня пригласили сделали этот грим я посмотрела на себя в зеркало сделала так и все оно пошло поехало потому что мой любимый персонаж мой любимый персонаж я к нему отношусь с невероятным трепетом и считаю что этот персонаж не всякого может допустить допустить скажем к себе баба я понимаю а яга я не понимаю откуда это яга вообще вот это слово так егиня матушка егиня что это означает женщина которая занималась йогой будем говорить так в данном случае да мы не будем копаться в том о чем мы собственно говоря не знаем мы не знаем откуда эти истоки но мы чувствуем этот персонаж мы чувствуем этот образ как совсем ну скажем так не такой каким нам его представляют у меня как бабе яге отношение вот как какой то очень мудрой сущности мудрейший и только от нас от нашей скажем так связи с ней зависит она поделится с тобой этой мудростью или а дополнить свою мудрость твоей она такая это это игра вообще я воспринимаю вообще нашу жизнь как игру нет ничего незыблемого нет ничего постоянного мало того если я отношусь к этому так я в этом нахожу радость я нахожу радость бытия даже в тех скажем так ситуациях да где казалось бы нормальный человек говорит что ты радуешься все время что ты все время если улыбаешься откуда у тебя вот это вот потому что как только ты начинаешь воспринимать мир как игру у тебя нет ничего незыблемого ты понимаешь что и это пройдет эти декорации это пройдет от этого от этого идет спокойствие восприятия бытия мало того поскольку ты ослабеваешь вот эту тетиву да все время постоянного контроля ты начинаешь в этом что существовать ты начинаешь осязать его ты начинаешь его ощущать ты начинаешь любить людей которые ну собственно говоря ты не обязан любить и получается любую негативную ситуацию воспринимаешь как предлагаемое обстоятельство да как ты сейчас сказал совершенно верно совершенно верно то есть я понимаю я понимаю иллюзорность этого мира просто это жизнь она чуть побольше чем подмостки а я предлагаю людям закрыть дверь чтобы никому не мешал и никто его не отправил туда что его ку-ку сыграть себя ребенком ребенку все позволено хочет плачет хочет смеется хочет ножкой топнет хочет потянется хочет песенку споет я говорю людям нашим всем участникам нашей школы будьте детьми хотя бы пять минут в день будьте свободны будьте самими собой играйте чужую игру которая вам не подходит а играйте ту игру которая ваша как понять которая наша потому что настолько уже знаете у взрослого маленький ребенок ничьих игр игр играть не может если ему хочется плакать он плачет а как до этого ребенка добраться вот понимаете насколько же человек уже привыкает настолько он какая-то жесткая становится он же взрослый и мы ему предлагаем давай вот например хочешь понять кто ты есть на самом деле закрой дверь и делай все что тебе хочется поиграй в ребенка что ты например любил в детстве холохоп крутить или дирижировать или там в теннис играть вот делаете движение которые он начинает вспоминать что он любил в детстве в классике играть или там по канату лазить и вот он начинает вспоминая сопровождать это действиями получается резонанс между внешним и внутренним снимается зажимы и он выходит на состояние такое без мятежности да не просто вспоминать да именно что-то делать при этом да сопровождать что выскакивает в памяти сопровождать имитации действия вот например у меня есть игра в космонавта представь себе что ты в космосе летишь в кабине космического корабля в невесомости и делайте движения которые тебе при этом хочется делать и вот он как космонавта играет потом садится и готова и меня отпустила его тут наступает снять а диалога безмятежность я вот когда был маленький я любил под столом сидеть и играть самолет что я веду я себе даже говорю вот так вот будил потом как стал взрослый я вспомнил эту игру с собой у меня был сильный сильный стресс и я сел на диван и стал эту игру играть как будто я сижу под столом и стал делать эти же движения и стал гудеть потом сел и такая безмятежность и вот этот груз стресса свалился вот я сыграл с собой свою собственную игру которую любил казалось бы просто для этого надо себе доверять себе доверять каким-то учителям да а именно себе себя услышать себя понять и с самим собой скажем так устроить свидание самим собой поэтому у меня называлась программа по телевидению центральному который помоги себе сам это еще не первый канал было центральное телевидение не только в нашей стране разных странах смотрели а мне мой друг джигарханян говорил без внутренней свободы нельзя быть здоровыми и нельзя вообще ничего сотворить и по поэтому вот вы же это и знаете что нужна внутренняя свобода вот у меня там у эскины когда в этого делал встречу там касаткина народная артистка была она вышла стала делать эти упражнения и потом будет вот я из фильма фильм ушла к этой свободе и вот она у меня теперь есть прямо на сцене сказала а там как раз таки и михаил ульянов он ее спрашивает алюсе алюсе а что за свобода такая она говорит знаешь мишенька вот вы все на меня смотрите а мне до лампочки хорошее дело хорошее дело да не на кого не обращать внимание не не слышать вот этот гул скажем так оценочный гул который тебя оценивает что у тебя не так а как а как любит наша публика копошиться в чужих да совершенно не обращая внимание нету вега нету конечно учил будда нирване вот это нирвана наступит поэтому это чудесное ощущение не зависит ни от каких скажем так обсуждений ни от каких и как только это это приходит осознание что вы говорите сейчас в котором вы не зависите ни от чего абсолютно потому что как правило дело ну скажем так такое твоего сердца путь твоего сердца он ну скажем так он противоречит общепринятому это как правило не человек находит радость каких-то очень странных вещах но настолько в этом заразителен что даже потом своих оппонентов которые так сказать его клеили это он потом у них вызывает восхищение почему потому что человек идет путем своего сердца вот не важно чем вы хотите заниматься отбросить все оценочные какие-то суждения как мало таких людей как мало таких людей потому что эти своим путем не прогибаться почему от оценки комментарии критику а сохранять самого себя так это же есть путь гениев это очень благодарна своей профессии которая ну скажем так научила меня ну так с пониманием относиться к тем кто плевал в мою сторону с пониманием потому что это их право как детям как детям я вот когда начинаю со своей школе я настраиваюсь кто бы чего мне не сделал плохое какое-то слово но новичок какой-то пришел не знает чем мы занимаемся подросток например пришел и тут же пишет да ерунду какой то там бля 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 бла 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 а я настраиваюсь перед этим на безусловную любовь. Как мать любит ребенка, независимо от того, рыжий он, конопатный он, что-то натворил, а мать любит его безусловной любовью. Вот так настраиваешься на аудиторию, и это все равно как даже лучше, чем 50 грамм для храбрости. Это очень помогает. Вы, наверное, это тоже используете. Вот вы сейчас сказали, что вы, несмотря ни на что, вот как-то вот вы... Абсолютно. Я очень благодарна им, потому что они заставили меня посмотреть, развернуться. Не от них, а к ним. К ним лицом. Поэтому я им благодарна за путь моего сердца. Потому что я не просто иду, я уже лечу. Я лечу уже, ни на кого не обращая внимания. Кто что скажет, кто что подумает. И люди такими попадаются, радостные. Вот говорим о творчестве, а подразумеваем радость. Радость сердечная. Вот эта радость, которая ушла из нашего, скажем так, бытия, ее надо возвращать. Ну, опять же, учитесь как дети. Быть как дети. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Потому что, когда мы были маленькие, мы были защищены. И мама, и папа. Мы не задумывались о том, об ответственности. А с возрастением ответственности. И в нашей школе не учили быть самим собой. Потому что, если я буду самим собой, и ногой качать, и ходить по комнате, и смеяться, когда мне хочется, люди скажут, ты что, чокнутый что ли? Поэтому я это предлагаю пять минут за закрытой дверью делать. Побычно. Я буду вам периодически вопросы из чата подбрасывать. Давай. Антон спрашивает, вот, наверное, у обоих у вас, как поймать волну творчества? Как эту волну? В данном случае Антон Лукавит такие вопросы задает себе, а не каким-то дядям и тетям, пусть даже авторитетным. А тем более, допустим, я не авторитетный в этом плане. Снять зажимы, снять зажимы. И если в этот момент, когда вы делаете синхронные действия текущему состоянию, снимается напряжение, вы выходите на самого себя, опять же, на то, что говорил Алан насчет внутреннего диалога, когда он уходит, выходишь на безмятежность и в этот момент задумайся над этим вопросом. А что ты хочешь? Как тебе поймать волну творческого состояния? И в этот момент вопрос на этой безмятежности обрастает потоком ассоциаций, потому что в нашем подсознании есть много. Это техника работы с подсознанием. Поток ассоциаций, и ты вдруг озаряешься, надо же оказывается перед тем, как чем-то заниматься, поймать эту волну творческую, а для этого надо снять зажимы, давайте мы снимем зажимы, давайте сделаем так, давайте сделаем так, и вспоминаешь, что надо сделать, вот и все. Это настолько просто, поэтому людям голову не приходит, потому что им все время замыливают глаза тем, что все, достижения очень сложные. Да, наверняка, наверняка и вопрошающий испытывал ощущение какой-то радости, просто при, вот, я не знаю, элементарно, прослушивая музыку любимую, я не знаю, находясь в каком-то, не знаю, танцевальном ритме, это все, это все такая радость, она очень проста, но она очень действенна, вот это вот внутреннее какое-то вот возбудораживание такое, да, его надо зафиксировать просто вниманием, просто его поймать. И в этот момент, как только-то вот это вот посещает, ты начинаешь понимать, ага, что-то хочется вот этого, что-то хочется вот этого, пока неопределенно, а потом глядишь, оно все вот как-то вот так вот, поскольку ты поймал вот это точное зерно, всегда и люди будут приходить тебе нужные, и обстоятельства, и будет выкристаллизовываться то внутреннее твое желание, которое, собственно говоря, и будет, что называется, путем твоего сердца. Надо слушать сердце свое. Да? Да. А кто же из нас подскажет ваш путь сердца? Это вы себя должны послушать. Просто, не знаю, в темноте посидите, самое главное, только с улыбкой, с улыбкой, и вопрошайте себя, чего душенька хочет? Вот чего? Подумайте, улетите куда-нибудь, я не знаю, позвольте себе быть с собой. Вы же в темноте, вас никто не видит. За закрытыми дверями. Да, мы с вами больше поднимали. Я не знаю, представьте, это все в ваших руках. Тут не надо, не нужны никакие психологи. Это ваше общение самого себя. Мы одни приходим в этот мир, мы одни и уходим. Поэтому все вопросы внутри нас, все миры внутри нас. Да, интересно. Вот я в свое время выпустил книжку «Защита от стресса», а тут у меня такая физиономия. У меня, мы какое-то время дружили с Геной Хазановым, он ко мне приезжал там, ну у нас свои вопросы там были, и там кто-то увидел мою физиономию и говорит, это что, опять Хазанов будет какие-то анекдоты рассказывать или что это? Я говорю, нет, это защита от стресса, это как раз таки то, что очень важно для человека. И вот я ему тоже показывал, Хазанову, как делаются эти приемы. Вообще я вам скажу, вот школа Чехова, как вы знаете, по всему миру. Михаила Чехова, друзья мои, кто не знает, Михаил Чехов был такой педагог театральный. Да. И вот они как-то приехали в Шукинское училище, там уже был не Этуш, с кем мы дружили, а другой директор. И они приехали, я сам по телевизору смотрел. Они показывали приемы почти как наши, видеомоторные приемы показывали и так далее. Я думаю, что все люди на свете думают одинаково. Если они глубоко проникают в тему, а там одно и то же, это природа. Это природа, и поэтому я никогда не удивляюсь, кто-то мне показывает или рассказывает то же самое, о чем я говорю. Это мы все, мы все люди думаем одинаково, когда у нас нету страха, шаблонов мышления, авторитетов, которым мы автоматически подражаем, когда мы сами собой являемся. Мы все думаем одинаково. И на самом деле люди с открытыми сердцами, как вы сказали, даже делая ошибки, идут правильной дорогой. Вам вопрос прилетел еще один. Вот Людмила спрашивает, как не заиграться в жизни? Вот Оксана спрашивает, как постичь баланс, потоки вдохновения и идей с материальными, бытовыми делами? Совесть. Пять минут день, побудьте собой. Чтобы ушла рутина. Чтобы ушла рутина и ушла задействованность, потому что вы же все время заняты чем-то. Вы заняты, как-то реагируете. Ну, например, где деньги найти, чтобы ЖКХ заплатить, как ребенка из школы встретить. А вдруг он задержался в школе, и вы перепугались, думаете, как быть. А потом вы сняли лишнее напряжение, сели и вдруг вспомнили. Так Настя же говорила, что она к Катьке должна на день рождения сходить. И успокоились. Вот поэтому надо снимать лишнее напряжение, чтобы не зависать в стрессе. Ну, а по поводу заиграться, ваша совесть будет вам подсказывать, сигнализировать, насколько вы искренни в данный момент? Потому что игра, она всегда игра. И ваша совесть всегда будет говорить «м-м-м». И вот как только «м-м-м». Это Толстой так и говорил, что совесть – это компас в нашей жизни. Во всем важно. Вопрос, наверное, больше к вам, Хасай. Вот девушка с никнеймом Ксюр спрашивает. Как творить тем, у кого талант только внутренний? Когда ты понимаешь, как нужно и какие краски добавить, но фактически таланта живописи нет. Вот как стать... А, то мы можем сделать, Алан, если хочешь, время будет, если мы для всех можем сделать, рассказать. Я не буду учить, как рисовать. Это можно учиться в какой-то студии. Я буду учить, как найти то состояние художника, которое нужно, чтобы вы в момент, когда рисуете, чтобы вашей рукой руководил, как говорится. Ну, как это? Покажите на моем примере, например. А, прям сейчас показать, да? Ну, конечно, вот. Это же видео останется, человек посмотрит и войдет в это состояние. Потому что мне многие спрашивали, как это вот, покажет ли Хасай. Вот мой друг Рахман Шихалиев, один из десяти лучших цветников в Москве. Он, когда рисовал, он пел мугаму. И ходил туда-сюда, и пел мугаму. Я ему говорю, Рахман, ты что поешь мугаму? Он говорит, это снимает лишнее напряжение. Я, говорит, чувствую, куда краску какую положить. То есть надо какое-то действие, как Пушкин я говорил, когда он писал, он на женской головке рисовал свои портретики, агата крестья и посуду мыла. Надо свою деятельность сопровождать какой-то параллельной деятельностью автоматической. Например, женщины, когда полы моют или когда пыль вытирают, в этот момент они легче думают. И можно это моделировать другими действиями какими-то, которые вам в этот момент подходят, то есть синхронные. Попробуйте один раз так сделать. Например, вы хотите какую-то картину нарисовать, вот краски надо разложить так, чтобы не искать потом, где у тебя белило и где зеленое, потому что ты тогда из потока выскакиваешь. Надо, чтобы это все было перед глазами. Снять лишнее напряжение. Если вы гумагаму не поете, пойте то, что вам хочется. Например, если вы напряжены, давайте делайте вот такое упражнение, голову в плечи, и кулачки сжимаете, несколько раз так сделайте, потом сделайте хлёст, потом сделайте лыжника, потом сделайте, как дети, шалтай-болтай, пусть и в мысе на самотек. Потом берёте кисточку и начинаете рисовать. Вы начинаете рисовать и рисуйте, как дети. Не надо думать, как Шагал рисовал, как рисовал Айвазовский, потому что Айвазовский и Шагал стали Айвазовскими Шагалами, потому что они не думали, как надо рисовать, а делали так от души, как они рисуют. Опять же, будьте как дети и спасётесь. Это даже где-то в святых писаниях написано. И когда картины такие, которые как ребёнок нарисовал, а не так, как вы подражаете, листочки именно такие, деревья именно такие. Вот моя мама, например, позвольте, я одну минуту расскажу. Моя мама была деканом факультета филологического в Пеленседуте. У неё очень много студентов было и так далее. Она преподавала советскую литературу. Я очень грамотный в этом отношении. Я хочу сказать, что когда я нарисовал свои картины, мама подошла к картине и говорит, ты меня извини, но я не понимаю, что ты нарисовал. Потому что их учили, что картина должна быть фотографией. Если это дерево, значит, должно быть дерево. А у меня там вот образ. Поэтому, когда люди придумали фотоаппарат, стали появляться уже и художники другие, потому что вот это можно было сфотографировать, а не копировать. А раньше художники только делали копирование реального изображения. А потом стали рисовать, и пошли импессионисты, и всякие авангардисты, и всё прочее. Так вот, для того, чтобы рисовать, нужно просто снять нервно-мышечные зажимы, раскрепоститься, как говорится, выпить 50 грамм до храбрости, но без 50 грамм, а снятие зажатости, брать кисточку, и чтобы не выскакивать из потока, надо видеть все краски перед собой. И берёшь, и делаешь. Потому что, если ты из потока выскакиваешь, ну, это как вот, допустим, косит у Льва Толстого Ванни Каренини Лёвин, и он входил в поток. Потому что вот это движение совпадало с его состоянием, и он чувствовал, что время другое, и он чувствовал себя хорошо, все проблемы ушли. Но стоило ему на кочку попасть, он из потока выскакивал. А впереди него шёл старик, мастер, который очень быстро эту почву обрабатывал и шёл дальше. Вот это очень интересно. Вот поэтому Чиксен Михаи, есть там такая теория потока, кто не видел, там могут посмотреть, Чиксен Михаи. Это величайший, гениальный психолог. Чиксен Михаи. Михаи? Михаи. Михаи. Чиксен Михаи. Два Ии на конце. Это венгер про происхождение в Америке, величайший профессор, который создал теорию потока, потому что он хотел быть свободным. Начал заниматься йогой. Оказалось, что йога – это дисциплина. И тогда он думал, как же быть, и он придумал теорию потока. И оказалось, что в поток попадают легче те, которые занимаются любимым делом. А когда занимаются нелюбимым делом, у них растет напряжение, и они зажимаются. Поэтому мы всем говорим, если, допустим, тебе нужно делать нелюбимое дело, а то дело, которое нужно, например, актеру надо сыграть роль, которая не его. Ну, надо. У него зажимы. Поэтому, когда снимаешь эти зажимы, там у меня много разных приемов, надо подбирать те, которые подходят и сразу снимаются. А сам процесс перебора развивает творческое мышление. Это очень интересно. Это мы можем отдельно потом еще одну такую встречу сделать. Актеры, художники, штангисты и таксисты, и шахматисты. Вот насчет шахматистов. У Толи Карпова, у шахматистов было как-то вот юбилейная встреча в Санкт-Петербурге. Я там встретился с Юрием Мальцевым, который, ну, известный актер, да, вот он актер или как вот Мальцев-то? Ну, много вот. Я там всю его школу, которая у него там есть, обучал, значит, этим приемам. Ну, как всегда находится местный князек, который начинает конкурировать. Только я уехал, и она, дама, начала им всем говорить, что все это ерунда, что она знает медитацию, это лучше и так далее. Я вам хочу сказать, 30% людей, которые познакомятся с какой-то методикой, будь то медитация, или альфа-состояние, или там колонетика, или там еще что-то, холотропное дыхание, если это им помогло, они на этом и зависают, и все другое они не видят. Это очень интересные наблюдения такие. А вот тут вас Хасай спрашивает, вот Анастасия, она начала заниматься саморазвитием, и теперь как, вот у нее вопрос, как найти пару в реальной жизни, которые вот с тобой будут на одной волне? Потому что человек, когда начинает заниматься собой, он же меняется, и, соответственно, люди, которые вокруг него, они уже начинают его не понимать. Как вот себе, ну, находить на своей волне? Ну, эти нервно-мышные зажимы. Как? Потому что, когда вы зажаты, у вас все время состояние подражания авторитетам, слушать чужие советы и так далее. Никогда не слушайте чужих советов, потому что вы можете совет выполнить, но с его последствиями можете не справиться, потому что это не ваше действие. Делайте только то, чтобы вы чувствуете. У вас же Людмила правильно сказала, что по совести, то и делайте. Людмила, у тебя есть какое-нибудь средство находить себе подобных, знаешь, на одной волне? Себе подобных? Я с удивлением просто замечаю, как притягиваются люди, которые мне так интересны по жизни, и они вносят какую-то новую, ну, скажем так, новую энергетическую струю в мое существование. Вот это вот я и называю потоком. Будьте в потоке, доверяйте себе, не ищите ничего, просто, скажем так, познавайте эту жизнь. Вот насколько, максимально широко, максимально глубоко, познавайте ее. И уверяю вас, к вам обязательно притянутся люди, подобные вашему мышлению. Вы притянете их. Не надо ходить с биноклями и выискивать это глупость несусветная, это трат времени, это бесполезно. Потому что наоборот, вот как только это все равно будет искреннее, все придут. И давай, наоборот, все будут разлетаться от вас, от умницы, красавицы, я не знаю, со всеми, со всеми превосходными степенями. Бежать будут. Поэтому просто разверните этот вектор, разверните, успокойте, не колыхайте пространство, занимайтесь собой, моя дорогая, и обязательно найдется ценитель, который скажет, господи, как же я долго тебя искал. У меня есть шутка, можно я скажу? Давайте. Я говорю, на всякое дело найдется человек, и на тебе, Машенька, кто-то женится. Хасай, к вам вопрос. В одном из эфиров вот Ольга Болдарева пишет, обещали рассказать, как правильно вот эти деревья вращаются, а вы сказали, что вы можете научить, и не надо вращаться при этом долго в эти состояния. Аллан, скажи, пожалуйста, к нам кто-то может выйти в эфир, чтобы мы его увидели, и я его сейчас научу прямо. А мы же планировали просто пообщаться, вы сказали, на философский текст. Хорошо, мы это можем сделать. Без цуганочки, да? Да, у меня есть сайт, который называется Стресс-Су, и на этом сайте, на главной странице, там есть, как я кручусь. Я там вращаюсь с очень большой скоростью, делящий, когда вращаются, они медленно вращаются. И так руку держат каким-то определенным образом, каким-то образом. Я кручусь с большой скоростью, при этом сразу делаю хлёст, который сразу снимает головокружение, потому что я сразу переключаю доминанту. Но я вам это делать не советую, потому что я там говорю, когда только вижу человека, чтобы его охранить, чтобы он был в безопасности, и первые дни надо делать всего пять секунд. И рядом с диваном, что если голова закрошится, я сразу сел на диван. И сразу делать хлёст надо, обязательно, потому что это вот повторяемые движения снимают напряжение. Я почему это придумал в своё время? Потому что я, когда резко вставал ночью от звонка какого-то и так далее, мне часто приходится в помощь оказывать. И у меня голова кружилась. Я подумал, отчего же это происходит? Как же мне резко вставать, чтобы голова не кружилась? И вот тогда, когда я резко встал и голова закружилась, я сразу стал делать хлёст. И смотрю, я стал спокойнее. Я стал этому учить других. Быстро кружиться, пять секунд в день, и через неделю вы уже можете кружиться и 20 минут, и 30 минут, и нормально. И тем самым укрепляется функционерная система и вестибулярный аппарат. Вот, наверное, к вам в обуквовое тоже вопрос пишут. Очень интересный. Наталья Лозицкая пишет вопрос. Очень часто в творческом процессе проявляется чувство недовольства тем, что получается. Вроде идея классная, подняла много энергии, желание, затем резкий спад, недовольство и критика. Равниваешь себя с другими, пусть не зависть, что они могут, вон как у них складно, а у тебя не получается. Обесцениваешь свои результаты. Вопрос про то, как удержаться на волне, действовать, сохранять волю и веру в свои силы и способности и не вот на низы не уходить. Если как психофизиолог, как врач, как психолог, я сразу скажу, снимайте нервный мощный зажим. То есть, в тот момент, когда у вас критика начинается, самокритика или что надо? Конечно, переключитесь на какую-то деятельность, спойте песню, поплачьте, если хотите, за закрытыми дверями, покричите, помычите, постаните, походите по комнате. Вы же знаете, когда человек стоит, например, просто слушает кого-то, все нормально или сидит, например, все нормально, а вот задашь человеку вопрос, как твоя мама себя чувствует, он тут же напрягся и стал невольно покачиваться. Почему? Потому что повторяемое движение снимает напряжение. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, переключитесь на какую-то другую деятельность. Вот я когда рисую, например, или пишу книжки, я сразу делаю несколько вещей. Я и рисую, и пишу книгу, и общаюсь с людьми и так далее. Когда у вас много точек опоры, когда вы легко переключаетесь, это называется многозадачник такой. Я вам сейчас покажу один прием, который обучает человека не расстраиваться, если что-то не получается, то есть, когда фрустрации не происходит. Знаете, называется формула ФА. Это мне научила одна девочка. она сказала, я жду своего любимого, одновременно феном голову сушу, одновременно кофе варю, одновременно ногой притоптываю, одновременно еще что-то делаю. То есть, когда человек одновременно делает несколько действий, потом я, села, и у меня такая благодать. Многозадачник, если вы хотите научиться много проблем сразу решать и не заслевать, если у вас что-то не получается, творческое или по работе или что-то. Формула ФА. Почему формула ФА? Формула автоматизации начатого действия. Когда она феном голову сушила, автоматически. Когда она там кофе заваривала, автоматически. Когда она ногой топала, автоматически. В это время она ждет любимого. Поэтому она потом чувствует себя легко. Потому что одновременно делала несколько вещей автоматически. Поэтому формула автоматизации начатого действия. Ищите те действия, которые вы можете делать автоматически. Я бы добавила, потому что вопрос на самом деле очень хороший. Есть понятие неудовлетворенности. Это прекрасный стимул. Это прекрасный стимул идти к совершенству. Все время что-то улучшать. для себя. Пусть со своей колокольни. Но это ваш путь. И это прекрасное ощущение. А вот самоедство как раз это путь, который перекрывающий ваши же потоки. Самоеды, понимаете, оставьте это, я не знаю, людям со стороны, которым все виднее. И они прекрасно знают, что вы делаете не так. Они чудесным образом все в курсе всех ваших событий. Они понимают, куда вам идти, чем вам заниматься. Они делают это лучше, потому что им виднее. Оставьте это им. А себе оставьте вот эту неудовлетворённость. Она всегда будет вашим стимулом, всегда будет вас подстёгивать. Это азарт. Понимаете, это вкус жизни. Это любое дело, которое вы начинаете, оно никогда не пойдёт у вас, если вы это делаете с холодным носом. Когда в этом есть вкусность, вот вкусность. Срюна пошла. Позвольте я добавлю, если можно. Я добавлю. Я придумал такое изобретение. Я рисую картину, я недоволен, я не знаю, как быть, но я её сфотографировал. Потом я на следующий день начал доделывать, переделал, и у меня уже другая картина, я её сфотографировал. Потом я её улучшаю, улучшаю, опять сфотографировал. У меня получилось изобретение галереи одной картины. Я теперь приходит ко мне друг и говорит, слушай, дай мне картину, дай мне. Но я говорю, ты пойди в Третьяковскую галерею, увидишь там Джакон, скажи, дай мне. Я же тоже художник, ты приходишь ко мне, дай мне. Но я шучу сейчас, вопрос заключается в том, что я говорю, вот тебе фотографии этих картин, которые я сделал на стадии улучшения, улучшения, как мне казалось, галереи одной картины. Возьми, закажи в лаборатории, которая у вас в городе, на полотне такого же размера, как я тебе сейчас напишу, там, холос, масло, или акрил, размер такой-то, и они тебе распечатают, и у тебя будет галерея одной картины. Не одна даже, а столько-то твоих картин, которые ты у меня не смог взять, но я тебе подарил, и ты распечатал, и у тебя висит в комнате. Дорогие друзья, к вам, как к москвичам, вопрос. Вот тут Ольга у вас спрашивает. Дочь у нее 19 лет, пишет стихи, но с полгода назад переехала в Москву и почти ничего не пишет. Как влияет место проживания на творческие процессы, и зависит ли творческий потенциал от состояния творящего? Мне кажется, это надо у дочери спрашивать, почему у нее такая пауза. Я не могу удержаться, друзья, я опять скажу. Приходится повторять. Повторение, как говорится, мать учения, но вот я вам хочу сказать, если она зависла, она только приехала, у нее напряг большой, мобилизация, ну пусть она поделает эти упражнения. Я же вот так вот, у меня сын Алена, Алан, моего сына зовут Ален. Очень хорошо это показывает, да. Посмотрите, кулаки пускай сжимают, голову в плечи окунают. Почему человек в напряжении зависает? Потому что он напрягается, а ему хочется вот этим напряжением смоделировать позу эмбриона, потому что эмбрион, он там защищенный такой, поэтому, когда у нас стресс высокий, плечи приподнимаются, а нам говорят, опусти плечи, сиди нормально, это неправильно. Чтобы опустить плечи, надо несколько раз сделать вот так, и тогда они сами опускаются. То есть, не надо конкурировать с самим собой, надо поделать действия, которые организм требует. Вот Людмила же сказала, то, что вы хотите, то, что вы чувствуете, делайте вот это. То есть, будьте в своей роли, хотя бы пять минут в день, хотя бы за дверью. Захочется потянуться, потянись, захочется поплакать, поплачь, захочется ножкой топнуть, ножкой, побудьте детьми пять минут в день, и у вас будет хорошее состояние. Москва, Москва на самом деле огромный энергетический поток, огромнейший, и не каждый с ним справляется. И, скорее всего, скорее всего, бывает так, когда человек попадает в этот поток, у него идет перенастройка. Вот просто относиться к этому как перенастройки или сонастройки, как угодно, как вы это ощущаете. И обязательно, обязательно откроется новый, скажем так, этап в вашей жизни. Это будет сочинение стихов, это может быть, не знаю, писание картин, музыки, все что угодно. Это сонастройка, поэтому к этому не надо относиться как к какому-то, я не знаю, испытанию в жизни нет. Это один из этапов вашего существования. Вот, Наталья, сразу тебе вопрос тут пишет тоже, тебе, Людмила. Хотела бы спросить Людмилу про стихи, как у нее так получается легко в тему, как будто говорить стихами. Как у тебя получается так стихи писать. Ты же телеграм-канал открыла, подписывайся на телеграм-канал Людмилы, ссылку я дам в описании под видео, Людмила там свои стихи публикует. На самом деле я никогда не считала и не считаю, что я пишу стихи. Вот приходят какие-то образы, они приходят в рифму, они приходят рифмованные. Сказать, что это прям вот сижу и поток, и я беру, и строчу строка за строкой. Как хорошо вы же стикулируете при этом. Синхронизацию делаете, для того, чтобы освободить голову. Конечно, да. такого нет. Но на самом деле я прошла марафон пробуждения, долго присматривалась к этому марафону, очень долго. Я человек уже, так сказать, опытный. расскажем в чём-то, как я считала, состоявшийся, да. И я себе благодарна за вот это вот ныряние. Я просто нырнула туда и погрузилась в какое-то, я даже не знаю, в какое-то нулевое состояние. Я иного слова не назову. Вот я отбросила всё. Кто я, что я, чем я занималась до этого. Ничем. Как меня звать? Никак. Что я ищу? Не знаю. Нирвана. Нирвана. Вот в этом состоянии, это при всём при том, что там надо было всё время писать какие-то отчёты о внимании, там ещё что-то, ещё что-то. Я не успевала читать, я не успевала это. Я мало что успевала, но я вот как могла, я это существование сделала смыслом своего бытия вот на том этапе. Вот для меня был смысл посчитать красной машиной. Я делала это с остервенением сначала, стала уже делать гораздо спокойнее, конечно. Потом это, потом то, потом... Вот так незаметно слово за слово вот в этом потоке. А вы понимаете, да, что такое марафон? Марафон — это такие же бегуны рядом с тобой, но они не бегут, отталкивая тебя локтями, а наоборот подают тебе руку. Мало того, есть ещё судейства, которые тебе и воду, и тебе и попутный ветер пошлёт, и зонтик над тобой раскроют. Вот такой марафон я прошла. Вот когда вы говорите и при этом жестикулируете, и вы так живо говорите, то человек, который вас смотрит, он погружается в то, что вы говорите. Поэтому у Мария Тишагиняна, если позволите, есть четыре урока у Ленина, книжка такая, почему, когда говорил Ленин, было видно, о чём он говорит, а когда говорил Плеханов, было видно Плеханова, потому что сущностью Ленина была вот эта революция, а когда говорил Плеханов, сущностью его был он, он хотел себя показать, свой ум хотел показать. Вот это интересно. Нужно любить, говорит, искусство в себе, а не себя в искусстве, да? Да, 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 да. Да. Я просто смотрю, как Людмила так интересно рассказывает, я прямо погрузился, потому что я человек чувствительный, да, я погрузился, и я думаю, очень много девочек, которые сейчас смотрят, очень много мальчиков и взрослых людей, и маленьких людей погружаются в то, что вы говорите. Даже полторы тысячи зрителей у нас сейчас в Ютубе, полторы тысячи зрителей вот смотрят вас, да, нас, вас, нас, вас. Приветствую всех. Вот я горжусь, что мы с вами вот подружились, потому что вы умеете быть собой. Вы, когда это говорите, вы живете этим. И поэтому вы притягиваете людей. Я благодарю, а я не могу оторваться от этого колеса ромашкового, который за, за вашей спиной. Это колеса, колеса крутятся, у меня из рук Роман Газенко, он говорит, это фортуна, это колеса. Видите, у каждого свое образ возникает. Да, а у меня колесо судьбы, колесо самсары, понимаете? Ну да, да, колесо самсары, колесо самсары, да. Елена вам вопрос задает. Добрый день, Хасай, если бы вам пришлось выбирать, не совмещать, что бы вы выбрали, почему, бизнес, который приносит стабильный доход, но не доставляет особого удовольствия, или творчество, которое захватывает, доставляет удовольствие, но не приносит дохода. А я не понимаю, почему разделение это у вас есть, Елена, но вот может Хасай ему ответят лучшее. Я отвечу, потому что я сам над этим давно думаю. Мне нужно сейчас несколько миллионов подписчиков, чтобы сократить кризисы, мягко говоря, кризисы, которые происходят на планете, и чтобы человек кризисы в себе мог уменьшить, и меньше потреблял, потребность лекарств была. И поэтому я думаю, мне надо подписчиков увеличить. И я еще думаю, есть люди, которые, как и я, нуждаются в деньгах, потому что краски. Вот я рисую, мне же краски нужны. А тот, который играет на роялях, как говорится, ему рояль новый нужен, ему надо купить что-то. Вот это проблема. Как совместить творчество, которое от души, с необходимостью выживания, зарабатывания денег, потому что деньги – это универсальный язык внешней свободы, а любовь – это внутренняя свобода. За деньги любовь не купишь. Как вот совмести духовное и материальное? Это очень серьезный вопрос. Я на него так отвечаю. Делай то, что тебе хочется, делай от души. И хочешь ты или не хочешь, но ты начнешь делать так хорошо, хорошо, что ты станешь необходимым. И к тебе начнут обращаться за тем, что ты делаешь. И будут покупать то, что ты делаешь. Вот тебе и деньги. А я хочу сказать, что я знаю много миллиардеров в Советском Союзе. И первый миллиардер был моим товарищем Тарасов. Я вам хочу сказать, что когда пошла перестройка и появились миллиардеры, я не знаю ни одного миллиардера, который своим трудом стал миллиардером. Они все присосавшиеся, кто к трубе, кто к завозу тех продуктов из-за границы и продажи их у нас в России, которых у нас не было, они стали миллиардерами нечестным трудом. Я не знаю ни одного, который честным трудом стал сразу миллиардером. Такого я не знаю. Может, вы знаете, подскажите. Мы его пригласим на встречу, пусть расскажет свой опыт. Это всем полезно. Вот, наверное, к вам обоим вопрос задает Лиза. Здравствуйте. Какие основные задачи вы поставили при воспитании молодежи? Три основные задачи. Это к тому вопрос, Алла? И к тебе, и к Людмиле. Ну, я, по ходу, скажу сразу. Это учебник по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева Анатолия Петровича. И там есть синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Пять упражнений. Вот там хлёст, лыжник, там шалтай, болтай, там вес назад, вес вперёд, лёгкий танец. Есть такие упражнения, это среднестатистические, которые, если человек делает по полминутки, минутку в день, поддерживает у себя хороший тонус, меньше устает. Но туда надо добавлять те, которые вам хочется при этом сделать. И когда кому-то хочется в этот момент играть в волейбол, и он мнимо играет, имитирует, вот как раз роль играет волейболиста, или фехтовальщика, или дирижёра. И когда он это делает, потом сел, и у него наступает безмятежность. Вот это нулевое состояние нирваны, это состояние отсутствия внутреннего диалога, который ему не мешает. И там он начинает понимать, кто он, чего он хочет, и как этого быстрее достичь. Людмила, что скажешь? Это прекрасные цели. Поскольку я непосредственно нахожусь на острие, скажем так, вот этих идей, идейных направлений, скажем так, то я очень тщательно их для себя, очень тщательно их выбираю, понимая, что наше будущее это дети, это молодёжь. И за них, за их судьбы каждый из нас несёт ответственность. И во главу угла я бы поставила вопрос искренности. Искренности. Она, собственно говоря, есть вот этот критерий, который будет отметать и помогать вам отфильтровывать всю чушь, всю шелуху, всё наносное, всю неправду. Я думаю, что это, это, пожалуй, одно из наиважнейших направлений. Всё остальное, оно, оно прибудет. Вот оно где, вот оно. Вот вы сейчас формулировали самое-самое корень, как говорится, будь искренним. Это и есть быть собой. Совершенно верно. А я вам больше скажу, вот, уважаемый вопрошающий, вот по поводу искренности. Вот, согласно египетской той же мифологии, что когда человек умирает, его сердце взвешивают. А что там оценивают? Они оценивают, насколько он был искренний, насколько он нёс справедливость в мире, да, и вот по мере того, сколько, потому что там на другом стороне перо птицы Маат, это птица справедливости, насколько человек блюл эту справедливость. И судя человека за его намерения, не за его поступки, потому что у него поступки могли быть хорошие, а намерения плохие. Или наоборот, человек искренне чего-то хотел хорошего, но не получилось, понимаете, соответственно, судят за намерения. Поэтому искренность это страшное оружие, на самом деле, которое очень важно. Можно было пытаться, главное быть искренним в своих заблуждениях. У меня был случай смешной совершенно. Ко мне позвонила девушка, и говорит, я очень интересуюсь вашим методом, можно ли я к вам приеду, чтобы вы ответили на какие-то вопросы. Я потом сел, задумался и подумал, а зачем я хочу, чтобы она ко мне приехала, что я ответил. Ответить ей я написал потом, нет, нет, извините, я сейчас не могу, я сейчас очень занят. Почему? Потому что, когда я задумался искренне, я понял, почему я хочу, чтобы она приехала. А вдруг она красивая и мне понравится. Понимаете, в чем дело? А в другой раз тоже смешно было, потому что я, когда говорил о том, что же самое, о чем вы говорите, другими словами, и мне какая-то дама написала, да чего-то так легко быть искренним, что вы там нам рассказываете. Это же самое сложное. Это самое сложное, убрать страх, что о тебе подумают, убрать шаблоны, убрать авторитеты и быть искренним с собой, по крайней мере, чтобы понимать, ты, когда говоришь, чего ты искренне говоришь. Это же самое большое мужество надо многим людям. я не всегда, например, могу быть искренним, потому что я одновременно, может быть, хочу одного, а говорю другое. Чтобы быть искренним, надо быть мужественным. Это не просто так, а вот искренне вы, потому что вы вот такой фильм сыграли. Вот я этот «Баба Егор» до сих пор забыть не могу. Такой мощный фильм. У вас много других фильмов, я просто говорю о том, как я восхищен. Я вас благодарю, я вас услышала. Вы знаете, мне припомнился случай, когда мы приехали на гастроли в Соединенные Штаты Америки со спектаклем «Юнона и Авось». Я тогда еще служила в театре ленинского комсомола «Ленком». И этот спектакль шел на Бродвее, на бродвейских подмостках. Параллельно, параллельно, там в каких-то, значит, с невероятным аншлагом, шло шоу. Шоу, где огромная танцевальная труппа невероятных профессионалов била с такой синхронностью чечетку, что мир просто сошел с ума. И мы играли в параллелях это, да. И представляете, «Ленком» конечно, никакой синхронности до, я не знаю, до миллиметра, конечно, у нас не было. Естественно, это было наше особое представление, очень по-русски, очень такое душевное, теплое. Но в плане, скажем так, как шоу, оно, конечно, проигрывало в плане, не знаю, каких-то невероятных спецэффектов и так далее, и так далее. И кого-то, кто-то, значит, из наших актеров пришел посмотреть это шоу, то, естественно, по доброте, душевно он пригласил эту труппу посмотреть «Ленкомовскую постановку». И потом уже понял, что как-то, наверное, ну, пригласил, так пригласил. И потом, значит, спрашивает этот же приглашающий, спрашивает у представителей вот этого актерской братья, которая пришла, значит, конкурирующая, что называется, со стороны, и говорит, ну как? Там была пауза, говорит, мы понимаем, как это сделано. Мы видим, как это все просто сделано. Но мы не понимаем одного. Почему мы плачем? Потрясающе, да. Вот в этом, вот в этом загадочность нашей русской, русской души, русского существования. вот это вот, вот этот путь сердца, который, ну скажем так, он никого не оставит равнодушным. Тебя прежде всего и людей, которые будут, ну скажем так, освещены твоим светом. Это мне Йоржский как-то сказал, когда мы с ним встречались, он мне говорит, вы мне упражнения свои не показывайте, потому что вы для меня убедительны и так. Но театр, говорит, это лицедейство. Там говорит, нет, что есть такое, чего невозможно выразить словами. Но это действительно так, да. Вот я просто потрясён. Ну вот видите, как-то друг друга находим сейчас, понимаем. Мне кажется, я понимаю, о чём вы говорите. Я надеюсь, что многие сразу понимают, о чём вы говорите, потому что, когда вы говорите, вы светитесь. Дар слово. Татьяна тебе вопрос задаёт, Людмила. Можете сказать о себе, что в жизни были этапы, которые меняли вас как личность, и всё, что в жизни произошло, можно рассматривать как уроки, и спустя время появляется благодарность за все выпавшие испытания, которые позволяют сейчас говорить благодаря ими, я стала такая, какая есть. Это вопрос, Людмила, от Татьяны. Вопрос, у меня такое ощущение, что это и был ответ. Это и был ответ. Конечно, всё этапы, всё этапы. И если бы я, понимаете, оглядывалась назад и проклинала бы каждую там своё неправильное и какой-то поступок и так далее, и так далее, у меня, наверное, не хватило бы сил на дальнейшее продвижение, на дальнейшее, скажем так, восхождение. А это восхождение мы же сами себе придумываем. Нас никто ведь не заставляет. Мы просто идём, идём куда-то по слову сердца. Я даже это и объяснить не могу. Может, у вас генетика такая? Может быть. Может быть. Родилась в любви. И благодарю свой род невероятно сильных, очень красивых людей и внутренних, и внешних. Поэтому здесь вот кроме благодарности и просто преступно сидеть на месте и почивать на лаврах, идёшь дальше, потому что за тобой тянется огромный-огромный вот этот энергетический след вот этих людей, которые, собственно говоря, и проучаствовали в твоём миропроявлении. Я тоже думаю, что в каждом из нас все стадии предшествующей эволюции и этот мощнейший эволюционный импульс требует разрядки. и поэтому стресс это блокировка творческих способностей. Поэтому я всем рекомендую, чтобы открывали свои способности творческие, снимали зажимы, зажатости, раскрепощались и занимались любимым делом. Независимо от того, выгодно это сегодня вам или не выгодно, это и для здоровья полезно, заниматься любимым делом. И чем их больше, тем лучше, и тем вы здоровее и светлее, и тем вы нужнее. А прежде всего надо совершенствоваться в человеческом плане. Вот это главное. Потому что творчество это проявление вас как человека. Человека, правильно. Правильно. Совершенно верно. Поэтому вот это вот и есть. Ваш путь. Ваш путь. Значит, только человек способен к идеалам. Правда же? Конечно, конечно. И понятное дело, что его не достигнут. Может быть, никогда. Но в этом прелесть. Надо стремиться. Нам есть куда стремиться, понимаете. А так, конечно, у каждого этапа. И благодарю каждый этап. Благодарю каждого человека, который проучаствовал в лепнине меня самой вот на данном этапе. Тоже это не фиксация. Это так. Это пока мгновение. Фиксации не может быть. Великий Эриксон, который создал, на основе которого создали, значит, НЛП, он говорил, я слышал, что есть взрослые люди, но никогда не встречал. Хорошо, как сказано. Мы все дети на самом деле, и поэтому чем больше мы в себе имеем вот эту искру естественности, как я еще раз повторяюсь, хотя бы за закрытыми дверями. Потому что очень многие люди с этой искренней естественностью уже давно попали или в психушку, или куда-то в тюрьму. Да-да, такая жизнь, что сделаешь. Поэтому я придумал компромисс. То, что вы хотите делать, то, что от вас, от души, иногда нужно делать за закрытыми дверями. Хочется плакать. Это трудная игра между вот этим вот, как ты говоришь, детскостью и инфантильностью, понимаешь? Потому что наше общество превратяется в таких больших инфантильных детей, капризных, как социальная мама. Производят. Люди искренние, люди думающие над проблемами, они что-то производят, полезное для себя и для других. А инфантильные люди, это просто люди, которые нуждаются в нашей поддержке, которым надо помочь выйти из невротических состояний. Поэтому мы объединились. Как понять эту грань? Вот как грань понять? Человек просто вот он послушает вас и скажет, я просто обрел в себе в душе ребенка, я веду себя как пятилетний капризный ребенок, да, психологический возраст. За дверями, если он ведет, нормально. А если в обществе так ведет, действительно его надо полечить. Ну да, а где эта грань? В чем она заключается? Можете вот сформулировать как... Не, ну так теоретически не видят человека. Я врач, я пока не вижу человека, я просто... Вот есть же такой, знаете, я сейчас сформулирую. Вот смотрите, есть такой памятник, вот эти сатанисты туда-сюда, вот нас кем пугают. У них такой памятник Бафомет. Сидит этот Бафомет на троне, этот с рогами козел, да, и рядом с ним стоит маленький мальчик и маленькая девочка. Почему маленькие мальчики и маленькие девочки? Потому что это вот, если вы читали же, да, Достоевского, там, в братьях Карамазовых есть эта история про великого инквизитора. И этот великий инквизитор говорит, страшное бремя познания сил добра и зла, а все общество должно быть такими обществами маленьких детей, о которых мы будем заботиться, понимаете? То есть воспитание общества больших детей, которые там безответственные, ну, как дети маленькие, капризные, понимаете? Вот сейчас даже возраст, как сказать, молодежи, у нас же хотят поднять до 30 лет, то есть раньше там было до 18 лет, и вот уже выступают до 30 лет, да, то есть как можно, как сказать, продлить, так сказать, детский и юношеский типа возраст, ну, это же психологический, правильно? А это же детские чувства, обида, ревность, зависть, безответственность, вот эти вот все качества, и они проявляются в социуме. Вот где эта грань? Только то, о чем вы говорите, и, соответственно, между этой инфантильностью, которую товарищ Бафомет и его адепты стремятся. Мы говорим о посудке. Чтобы поставить диагноз, надо видеть человека, не видеть человека. А общество можете диагноз поставить? Общество сегодня общество больное. Да. А какая это болезнь с точки зрения психологии? Потому что оно идет в сторону капитализации, баланс потеряло между духовными и материальными ценностями. Перекос. Всякий перекос. Вот у нас было время, когда духовные ценности перекрашивались. Ну, в смысле, были доминанты. Тоже было ненормально. Надо, чтобы баланс был всегда. И поэтому надо начинать с себя. То есть, чтобы в себе найти мир в душе. Вот это вот. Будда этому учил тысячи лет назад. И это есть в каждой религии. Как раз таки, чтобы человек был человеком. Но потом вот эта сама суть человечности вылучивается из тысячелетия передачи информации. Остается только форма, только традиция. Только очень мало людей, которые, например, с Богом живут в душе. А на самом деле берут там пистолет или автомат и убивают другого человека. Но это же ненормально, конечно. Это очень сложный вопрос, который ты сейчас ставишь. Очень сложный вопрос. Поэтому надо начинать с себя. Всем. Это везде сказано и везде написано. Начни с себя. Сними у себя зажатость, раскрепостись, стать человеком, быть творцом. Потому что человек попробует творить, потому что в нём все стадии предшествующих поколений. Это потенциал мощнейший. Надо заниматься любимым делом и там ты творишь. Мы говорим об осознанности. Вот. Когда у человека присутствует осознанность, то он никогда не сорвёт цветок. Потому что он понимает, что цветок – это живое. Даже если ему очень захотелось его сорвать. Именно поэтому человека отличает сопереживательность, чувство бесценности живого, эмпатия. Эмпатия. К сожалению, начальники выходят именно менее эмпатичные люди. Потому что там другой уровень. Там надо уметь подхалимничать. Там надо уметь подковёрные игры вести. Короче, это целая история. Да. Но вот наше общество ведут к цели потребительства, к цели паразитарного существования. У тебя будет это, у тебя будет то, у тебя будет всё. Дальше своих потребностей, скажем так, естественных. Ты не должен никуда, ни шаг влево, ни шаг вправо. Ну, мы же понимаем, куда это ведётся и что. Но этого не надо бояться, этому можно противостоять. Просто быть таким, каким ты считаешь. Вот я боюсь, мы на вопрос Алана так и не сможем сейчас ответить, потому что есть люди, которые родятся в обеспеченной семье, есть люди, которые родятся, где алкоголик отец, или там с войны пришёл, пьёт, бьёт мать. Исходные состояния стартовые у людей разные. И поэтому одним ответом таким вот сейчас вот прямо дать, Малан, конечно, я так, я лично не могу этот ответ дать. Мне надо видеть человека, чтобы он мне этот вопрос задал, чтобы я задал уточняющие вопросы и дал ему конкретный совет. А такого общего совета, ну, общий совет, вот мы сейчас все вместе, это и делаем. Общий совет. Я понял. просто та же тонкая грань, да, между этой инфантильностью и этим балованием внутреннего ребёнка, чтобы не зависнуть постоянно в этом маленьком ребёнке и не вести себя так по жизни, просто как маленький ребёнок. Маленький это не значит, он примитивный. Маленький это значит, искренний. А, то есть от детей надо брать искренность, но не брать от них вот все остальные качества. Ну, взрослый человек опыт имеют. И вот соединение взрослого опыта с детской естественностью, вот это и есть взросление нормального человека. Когда одно в другое интегрируется, да? Конечно, когда ответственность соединяется с естественностью, с искренностью человеческой. конечно. Люда, извини, пожалуйста, я перебил. Пожалуйста. Все правильно, все правильно сказано. Ребёнок до шести лет он абсолютно связан с космосом и скажем так, его никакие программы не сбивают вот этого пути и искренности. Вот. Ну, в большей или меньшей степени. А потом уже начинается вот навешивание. Чем, собственно, и занимается наша школа. И учат всех. Вот, я, например, провожу какие-то любезы бесплатные или вебинары такие доступные. Мне кто-то говорит, бесплатный сыр бывает только в мешеловке или какую-то другую чушь. Ну, видите, учат людей. Только за деньги нужно работать. Кому нужны твои колеса, если это бесплатно, много чего, всякой мишуры, которые говорят, люди не продумав. Если хорошенько задумываются над вопросом, глубина проникновения в вопрос позволит человеку найти истинный ответ. И он поймет, о чем мы сейчас говорим. согласен. Да, согласен. Друзья мои, мы полтора часа в эфире. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Тут 1600 человек. Потихоньку будем их... Ну, вопросы просто исчерпаны, которые хотели нам задать. Сегодня мы никого не лечим прямо в эфире. В следующий раз надо обязательно лечить. Да, я бы был очень благодарен нашим слушателям, если бы они критики больше писали. Потому что я очень люблю критику, потому что она заставляет немножко напрячься и понять, о чем речь идет, и дать достойный ответ, а не просто так отмахнуться или еще чего-то. и поэтому общество нас развивает. И когда мы в диалоге с этим обществом, которое у нас там, как внутренний диалог, тоже сидит, я, например, когда с кем-то разговариваю, я мысленно как бы с миллионом людей разговариваю. Но я однажды задал вопрос директору одного театра, а ты, когда, говорю, выступаешь или пишешь, кого ты имеешь в виду в голове? Как корректора, как автора, как режиссера. Она мне сказала, а я никого не имею в виду, я просто то, что думаю, то и говорю, но я так и не смог ей правильно задать вопрос, потому что от правильно заданного вопроса зависит и ответ. Я не верю, что она, когда говорит, не представляет себе, кому она говорит. Я так не думаю. Может быть, кто-то так думает, может, кто-то говорит, так не знаю. Поэтому, если кто-то напишет там критические вопросы, я бы только благодарен. А если бы сейчас вопрос задавали, как бы вы правильно сформулировали тогда? Если бы вы правильно сформулировали, как бы он звучал? Я бы спросил, а ты когда мечтаешь, у тебя образы возникают? Вот, ну, скажут, да, но бывает, возникают. Ну, когда ты думаешь, например, что ты внука своего нянчишь, ты же представляешь себе, что ты внуком нянчишь, да? Ну, когда кому-то что-то говоришь, ты разве не представляешь? То есть, довести до понимания, что значит представлять себе, когда что-то говоришь. Мне кажется, мы все слова, которые произносим, каждый по-своему понимает, и поэтому мы не понимаем друг друга. Поэтому нам надо чаще встречаться, чаще разговаривать, чтобы мы начали понимать друг друга, что значит человечность, что значит любовь, потому что под любовью тоже каждый свое понимает, потому что я не понимал, будучи подростком, что значит любить ближнего. Я думал, как я могу любить ближнего соседа, если он каждый вечер приходит и сапогу на дверь стучит. Как я могу его любить? Я путал эмоциональную любовь с чувством уважения. То есть, надо каждому это самое. Потом я ему помог избавиться от алкоголизма, да, и он перестал стучать. А так у меня просто раздражение было. В общем, надо определять слова все вместе, напоминать о сопереживательности, об эмпатии, о чувстве бесценности живого, об искренности, о человечности, о способности человека, в отличие от животных, иметь идеалы, и совершенствоваться. А есть люди, которые свои недостатки возводят в рак достоинства, они становятся нашими начальниками. Ну, такой парадокс. А люди, которые пытаются свои недостатки отрегулировать, они, это и есть интеллигентные люди, культурные люди. Вот Аллан, у нас культурный человек. Я бы хотела пожелать вам, друзья мои, сохранять в себе внутреннюю радость, несмотря ни на что. Просто вот сохраняйте и все. По факту жизни. Утром проснуться, и радости, и счастья, что сама жизнь есть. Конечно. Всегда найдутся в основном благодарности, ну, поверьте, найдутся. И самое главное, делитесь ей, этой радостью. Да. Потому что... С радостью, да. Да, а вот эта внутренняя радость, с которой ты поделился, она и будет разрушать вот эти войны между полами мужчины и женщины, межрасовые, межрелигиозные. Я не знаю, вот все, все распри, они будут нивелироваться. Потому что радость, она вне всего. Душа одна, это природа внутри нас. Да. Будьте радостны. Как бременские музыканты, смех и радость мы приносим людям, да. Нет, там они приносят, а это к тебе. Хорошая замечательность. Да, да, да. Так что, благодарим за встречу. У нас первый такой опыт был. Друзья мои, будем повторять регулярно. Так что, до новых встреч. Спасибо сердечно. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Прекрасное внимание. Ссылки на их ресурсы будут в описании под видео. До скорых встреч. Отправляйте это видео друзьям. Поделитесь тоже с ними радостью. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Я очень благодарен. Очень благодарен. И пишите комменты критические, пожалуйста. Побольше критических вопросов пишите, чтобы мы могли собраться, мобилизоваться, как следует подумать и так хорошо ответить, чтобы и вы были довольны, друзья. До встречи. Алан, спасибо. Продолжение следует...